Микс Ньюс. Утро на Болткове. Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Министерство сообщения подготовило законопроект. Сейчас, кстати, началось его общественное обсуждение. Касается этот законопроект, может быть, реформы или изменений в структуре работы портов. Ну, прежде всего, Риги и Венспилса. Вот мы сейчас, в том числе, и об этом поговорим. О развитии Рижского свободного порта в это непростое время экономического кризиса, вызванного пандемией и всеми геополитическими потрясениями. Председатель правления Рижского свободного порта Вестус Зепс у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот мы знаем цифры. Я думаю, что те, кто следят за экономикой, тоже, наверное, посмотрели. К сожалению, падение, наверное, грузооборота продолжается. Как бы вы охарактеризовали ситуацию? Можно ли сказать, что все-таки, ну, тем не менее, несмотря на все сложности, Рижский свободный порт все-таки работает достаточно стабильно? Как бы вы охарактеризовали ситуацию, что грузообъем как упал, так и есть. Он не продолжает падать, потому что мы как бы остановились на уровне 25-28% ниже, чем в прошлом году в это же время. И как бы суть этого упада, ну, как вы уже, наверное, знаете, уголь и нефтяные продукты, да. И если мы смотрим по другими, как бы продуктами, да, там, например, контейнеры, да, там немножко прибавили, да. Сейчас сезон зерна и тоже прогнозируем немножко улучшение, да. В этом году открыли новый путь, роро-линию, да, где из Риги можно ехать, ну, как бы не в сам Стокгольм, но в управление Стокгольма с машинами, да. Это, ну, как бы новый проект, новое движение, новая логистическая линия, да. Открыли эту линию, ну, где-то в половине года, да, смотрим, экспериментируем, как будет, ну, как будет проживать дальше, да. И еще удалось у нас в ситуации, где мы не ожидали ни одного пассажира в этом году, да, удалось у нас договориться с Сталинком про новые линии, да, Хелсинк и Рига-Хелсинк. И сейчас, уже в июле, там приезжали, ну, 70 тысяч людей, да. И это, как бы, дает туристическому бизнесу, ну, как бы, отпор здесь, в Риге и так далее. Так что работаем много и тщательно, чтобы как-то... Собилизировать ситуацию, да. Ну, не то, что собилизировать, да, ну, да. Ну, развивать, я бы сказал. Развивать, да. Да, вот что касается, действительно, это парома Риги-Хелсинки, по-моему, замечательная идея. Мы видим, что, действительно, очень много людей приезжает. И, наверное, многие финны, как это ни странно, для себя, вот, ну, в свете этой пандемии, открыли вот Латвию, поскольку традиционно... Ну, ладно, про Таллинн там говорить нечего. Они там буквально едут, как вот, на работу, очень часто в Эстонию. Но, в основном, вот, эти финские туристы чаще всего путешествовали в Стокгольм, не в Ригу. Теперь у них новый маршрут. Есть ли вообще, вот, какие-то мысли или планы, может быть, еще расширить какие-то маршруты? Рано или поздно, мы надеемся, ситуация и в Швеции с COVID-19 улучшится, и можно будет опять вернуться вот к этому маршруту. Да, да, как бы сейчас ведем переговоры про этой же линии, да, потому что она, как бы, немножко экспериментальна. Не знаем, будет ли в следующем году или нет, но вот результаты пока показывают, что этой линии, Рига-Хельсинки-Рига, ну, есть, как бы, своя экономическая логика. Да, это означает, что мы можем, как бы, думать, что в следующем году тоже будет та же самая линия. Да, еще у нас некоторые переговоры с Сталинком, да, ну, думаю, смотрю на это позитивно. А если про другие линии, да, там тоже мы работаем, мы работаем в направлении Стокгольма тоже, не только Сталинком, а и с другими, с другими линиями, да, но еще, как бы, рано, рано говорить про результатов. Самое главное, что работаем, да. Некоторые дела мы делаем тоже с пассажирским терминалом, там тоже должны быть улучшения, да, как турист приехал в Ригу, да, чтобы он мог нормально добраться до центра или до гостиницы и все такое, да. Там тоже есть еще, где развиваться. Вот, еще говоря о работе именно Рижского порта в области грузоперевозок, все-таки, ну, мы понимаем, что сейчас в свете всех изменений еще до пандемии уменьшилась вот перегрузка или перевалка угля. Вот, может быть, какая-то другая специфика, может быть, возросли, как вы видите, по тенденциям, какие-то другие грузы, которые в перспективе могли бы даже увеличить, привлечь больше? Ну, да, еще, как бы, уголь не ушел от Латвии вообще стопроцентно, да, ну, как бы, еще там перегружает, да. И мы по стратегии Рижского порта, как бы, делаем много, чтобы диверсифицировать, диверсифицировать, да. И первые результаты у нас, как бы, ну, в это время, как бы, показывается, да, там, немножко, немножко прибавились контейнера, немножко прибавились зерно, ну, продукции, древесина, да, ну, древесина, да, и химические, химические продукты, да, уменьшились. Так что, так что работаем, чтобы привлечь других видов грузов и, как бы, чтобы диверсифицировать, диверсифицировать, да. Потому что мы ведь знали, что уголь как-то в один день может заканчиваться, да. Да, это ведь на самом деле не сенсация, не вообще не сюрприз, все же ожидали, да, что вот это может произойти. Ну, стивидоры работают с партнерами, да, это, ну, это не так, что остановился там все на нуль, на ноль, да, но вот, как бы, по тенденциям видим, что вот не будет, как в прошлом году, например, да, если будет там 4 миллиона тонн перегружены в этом году, ну, тогда все будет, как бы, нормально, да, но в прошлом году у нас 16 тонн, ну, около 16 тонн перегрузили, да. Но есть там и хорошая новость для рижанин, да, потому что пили нет. Да, кстати говоря, есть и хорошая новость, потому что, ну, на самом деле, экология, может быть, это для Риги очень актуальная такая тема. Вот еще продолжая, вот, может быть, говорить о Рижском свободном порте, мы знаем, что определенные изменения произошли, когда, фактически, ну, государство стало отвечать, если так можно сказать, и за Рижский, и за Венспирский свободный порт, и сейчас в правлении все-таки представителей министерств, но, насколько я понимаю, вот эти изменения, которые подготовила, пока не менее, предлагает Министерство сообщений, предусматривает создание, если будет такое желание от Рижского самоуправления, вот совместного, вот этот капитал-саберевого общества капитала, где будет, ну, часть акции принадлежать и самоуправлению. Поддерживаете ли вы это, и насколько, вот, на ваш взгляд, должно быть участие самоуправления в работе Рижского порта? Ну, да, сейчас вопрос про реформу портов очень актуален, ну, и самая хорошая новость здесь, что Министерство сообщений, да, транспорта, ну, как бы ведет диалог с заинтересованными сторонами, ну, там, с местными муниципалитетами, да, там, ЛЭПа, Венспилса, Рига, и с министерствами, да, и с предпринимателями, которые в порту работают, да, ведь не самое управление перегружает грузов, да, это ведь предприниматели. Да, и самое главное, что с этой реформой, ведь, главное, не сделать худше, да. Как бы, по сути дела, я вижу, что местное управление, ну, как бы Рига должна присутствовать в управлении порта, потому что, ну, Рижский порт – часть Риги, да, и на оперативном уровне, ну, как бы, активитеты связаны, ну, с всем, что находится Рига, да, там, дороги, которые приходят в порту, да, там, БУВАТЛЯУЕС, да, и все, ну, строительства такие, да. Все равно это все идет через Ригу, да. Рижскую думу, да, ну, жители, очень много жителей, которые, ну, живут… Живут вблизи порта, да. Да, ну, около порта, да. Их мнение тоже очень важно, если мы говорим про новых каких-то проектов, да, и здесь должен быть диалог. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, какая должна быть пропорция между государством и Рижской думой, да. Прежде это было, как бы, 50 на 50, ну, государство 50, ну, не 50, 8, то есть, извиняюсь, 4, 4 ладо-словоцикли. Да, члены управления, 4 от самоуправления, да. И 4 от самоуправления, сейчас только 4 от, ну, как бы, министерства. Ну, там, я думаю, там еще будет, ну, не то что диалог, а коммуникация с всеми сторонами, да. Самое главное для этой реформы – это то, что не надо делать реформу для реформы, а надо делать реформу, чтобы что-то улучшить, некоторые, как бы, активитеты сделать, как бы, конкурентоспособны и так далее, да. Да, и вот с Рижского порта мы, как бы, министерство сообщения, ну, коммуницируем свои предложения по сути дела, да, и видим, что движется все очень нормально. Да, вот эта новая структура, которая, надеюсь, будет, вот взаимодействие государства и самоуправления, поможет ли это, может быть, не знаю, как-то решить и вопрос со свободными территориями, ведь у порта есть какие-то свободные территории. Да, ну, как бы, вопрос структуры… Ещё до конца не ясен, да? Это то, что не ясен, но он, по сути дела, не решает такие проблемы, да. Проблемы пустых территорий решаются самим портом, да, сейчас мы перевертаем… Ну, делаем такую оценку, да. Да, делаем оценку по всю территорию и будем, ну, как бы, привлечь предпринимателей и инвесторов. Это делает, ну, самоуправление порта, это не делает ни там ВАЛДА, ни… Да, это сама администрация порта делает. Да, это делает сама администрация порта и к реформе это, как бы, не относится, ну, как бы, точно, да. То, что может относиться к реформе, это то, что немножко поменять бизнес-модель. Это означает, что немножко поменять, как бы, в принципе. Если предприниматель в порту, тогда он должен как-то был связан с грузом, да, потому что, ну, как бы, доходы порта приходят с, ну, как бы, портовой деятельности, да. Да. И есть некоторые компании, ну, как бы, которые не переработывают грузов, ну, тогда это минус. Ну, не то, что минус, но вот доход не такой, если компания перегружает грузов, да, там… И если меняем немножко этот бизнес-модел, ну, немножко, ну, там нельзя делать, как говорится, резкие движения, да. Потому что тогда уйдет все, которые там работают, да. И неправильно это было бы. Так что, да, немножко поменять, ну, как бы, мотивацию, да. Если грузы грузятся, тогда даем отлайды. Скидки. Даем, ну, как бы, ну, да, скидки или поддержку в других услугах порта, да. Ну, чтобы была мотивация не только там находиться на землю, ну, на эксклюзивной земле, но и грузить грузы, да. Потому что порт ведь не будет придумать бизнес-модель у этих предпринимателей. Конечно, они сами должны думать. Да, но они там эксперты, да. Если, как вы чувствуете, есть ли интерес вот иностранных инвесторов к работе вот в Крышеском порту? Может быть, как стивидоров в качестве, не только грузы направлять, но и в качестве стивидоров? Да, ну, как бы, пандемия немножко, наши активитеты в связи с инвестициями изменили, да. Потому что у нас, мы планировали очень активный год, ну, как бы, в направлении привлечения инвестиций, да. Интерес есть, есть радость. Есть наработки. Наработки, да. Наработки тоже есть. Коммуницируем сейчас, ну, как бы, по дистанции. Ну, вот, как немножко улучшится международное движение, я думаю, что будет. Сейчас, в основном, идет удаленный такой доступ, да, в режиме видеоконференции коммуницировать. Вот тоже такой интерес, вот вы успели сказать, ну, может быть, до эфира такой интересный план, что вполне возможно, что, ну, есть интерес у бизнесменов организовать какие-то маршруты на корабликах небольших, чтобы можно было соединить, вот, условно говоря, одну часть Риги через Даугаву с другой, то есть, чтобы можно было добраться, не знаю, от Болдарая до Вецмилгрависа на таком кораблике. Речной трамвайчик, я бы так его назвал, наверное, да. Как? Речной трамвайчик, когда-нибудь так, да. Да, ну, был такой у нас проект тоже, пандемия немножко остановила. Ну, такая идея есть, да? Есть такая идея, да, с лодочкой или корабликом, не знаю, как лучше называть, ехать с Болдарая до Вецмилгравис, тогда до Саркандауговы, до Центра, да, попробовать, есть ли интерес у людей перебраться через Даугаву, ну, как бы, быстрее, чем это делается, ну, на машине или на другом сабвитарском транспорте. Общественном, да. Общественном транспорте. И посмотреть, посмотреть и поэкспериментировать, да, как говорится, потому что, ну, ведь в нормальных обстоятельствах это из Болдарая в Саркандаугу где-то два часа, да, ну, ехать или в Эцмилгравис, да. Так что есть всякие такие, ну, интересные проекты, ну, которые еще не готовы, ну, или не начинают, ну, не то, что, ну, да. Еще только такие, как замысел, как задумки, да. Ну, это больше, чем замысел, да, просто там, ну, как бы, все документы подготовлены, да, инфраструктура тоже подготовлены, там только ехать надо, но вот как-то пандемия остановила, остановила. Вот это очень важно, вы скажете, что инфраструктура подготовлена, то есть, в принципе, причалы есть, да? Да, причалы есть, ну, да, причалы есть, где остановиться, есть, там, ну, как бы, ну, надо рекламировать маршруты и, как бы, организировать, да. Главное, что у предпринимателей есть желание вот попробовать вот эти занятия, да? Да, 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 он будет пробовать, ну, я надеюсь, в следующем году, потому что сейчас уже не вышло. Это, наверное, было бы замечательно, поскольку, действительно, особенно, если в часы пик, как бы ты ни старался, ну, если мы говорим даже про индивидуальный автотранспорт, все равно где-то полтора часа-два уйдет, чтобы добраться, ну, вот, кому надо, там, не знаю, из Болдарая в Этсмелкравис, через весь город, через центр, и получается, что это очень много. Если, действительно, за полчаса, за 40 минут можно будет добраться на вот этом корабле, то, я думаю, что желающих будет довольно много. Ну, надо посмотреть, да, мне как бы тоже так кажется, но вот не знаем, потому что не попробовали. Да, вот надо посмотреть, как это все будет происходить. Есть ли у вас какая-то информация, вы, наверное, общаетесь и через управляющего портом со стивидорами. Удалось ли стивидорам, ну, не знаю, удержать вот всех работников, не сокращая? Или все-таки сокращения были, оптимизация какая-то была у стивидорных компаний? Ну, да, это как бы зависит от стивидоров, да, там, где перегружают уголь, да, там, ну, к сожалению, человека распустили, да. А в других, ну, не видим, ну, как бы большого распуска людей. То есть, все-таки удалось сохранить рабочие места. Да, но они сохраняют, потому что они тщательно работают, ну, к новым проектам им. И ведь проблема то, что если распустил человека и появляются, ну, как бы грузы, это не так уж легко обратно взять, да. Да, и если там специалисты, да, которые вообще у нас в Латвии, там, например, 50, не знаю, 100, да, вот тогда придерживают этих, ну, компаний. Сейчас, ну, где-то около, ну, 9-10 тысяч людей работает в порту. Да. Да, вот еще, если мы говорим о порте, ну, все-таки многие задают вопрос, наверное, я думаю, вам тоже, что в свое время, вот как вы правильно заметили, было вот это правление, 4 человека от самоправлений, 4 от государства, но я так понимаю, что все-таки правительство что-то не устраивало вот в той структуре, да. Я понимаю, что все началось с Венспилса, вот там этот был скандал, потом перекинулось на Ригу тоже, но я так понимаю, что какие-то были озабоченности, да? Озабоченности. Это я так дипломатически сказал, да. Да, 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 ну, да, ну, как бы все началось с Венспилса, да, и с, ну, как бы, с санкциями, да, и пользуясь ситуацией, ну, как бы, поменяли закон. Ну, как бы, в прошлом, в прошлом модели муниципалитет с четыремя членами в управлении, ну, фактически, если, ну, фактически, ну, был, как бы, ну, очень большая роль, фактически больше, чем у каждой, каждого, каждого одного из министерства, да. Ну, баланс был в пользу, был, баланс был в пользу, в пользу муниципалитета, да. Ну, там, слишком большой баланс был в пользу, в пользу, как бы, самоуправления, да, 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 да. А сейчас, ну, сейчас, 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 сейчас еще хуже, потому что самоуправления нет вообще, да, и в уровне управления, уровне управления, ну, как бы, все активитеты, которые связаны с, ну, как бы, с городом, ну, не такие приоритетные, ну, например, да, потому что эти министерства свои приоритеты. Свои приоритеты, да. Да, да. Вот, раз мы затронули эту тему самоуправления, мы знаем, что, вот, это ВАРА, Министерство среды и региональное развитие готовит, вот, новый закон о самоуправлениях, да, и там даже будет, я так понимаю, какой-то отдельный, как раз, раздел о взаимодействии государства, ну, к примеру, со столицей, с Рижской думой. Как вы считаете, вот, может быть, стоит какой-то отдельный закон о столице разработать, или это все можно оговорить, вот, в рамках, вот, нового закона? Были такие идеи, не знаю, в 2013 или в 2007 году делать отдельный закон Риги. Да. Были такие идеи. Нет, ну, я не знаю, я не считаю это очень хорошей, хорошей мыслью, но, ну, есть некоторые аспекты, где Рига отличается от других самоуправлений. Ну, самое главное, здесь не закон, а вот возможность работать и сотрудничать с, ну, как бы, с, ну, как бы, с этим Рижским регионом, да? Да, с Рижским, ну, управлением, которое, которое около, или, ну, около Риги. Ну, ну, да. Да, потому что там есть очень-очень много... Цаунникова, Гахкауны, да, Бабит и все. Да, 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 да. Потому что очень большая часть тех, которые работают в Риге, да, вечером просто уезжают в эти, ну, как бы, в эти города, да. Да, 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 да. И вот есть идеи про, ну, как бы, сотрудничать с совместным транспортным, ну, как бы, совместить транспортные системы, да? Да. И сделать, они, как бы, немножко, немножко, ну, интегрированы, да? Ну, я думаю, я думаю, вот, такие активитеты должны делаться, и по тем законам, которые уже в силе, никто ничего не запрещает. Просто надо, ну, говорить и решать проблемы, да. Ну, наверное, есть какое-то, ну, как говорится, ну, конкуренция небольшая, да, между этими, да, потому что между Ригой и, ну, как бы... Рижским районом, да. Рижским районом, да. Даже конкуренция за жителей, мы же понимаем, если они живут там, задекларированы там, в Рижском регионе, то есть, тогда вот их подоходы налог уходят в тот регион, да, это понятно, да. А инфраструктурой пользуются здесь, в Риге, да. В Риге, да, это вот очень важно, да. Ну, да, так что, так что так, да, про Ригу. Возвращаясь, может быть, к порту, есть ли у порта ещё какие-то свободные территории, которые можно было, не знаю, сдать в аренду, подать, вот как вы это видите? Да, 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 в Рижском порту очень, ну, да, очень много территорий, которые могли бы сдаться на аренду, продать там ничего нельзя, потому что почти вся земля государственная или земля самоуправления, да. Ну, сдать в аренду можно, да. Да, она даётся, она даётся только в аренду, да. И сейчас вот работаем над маркетингом той земли, ну, как бы этих мест, чтобы привлечь инвестиции, да. Привлечь инвестиции, это очень важно. В ЕСТО ЗЭПС у нас в студии, председатель правления Иридского свободного порта. Перевьёмся на короткую паузу, буквально пару минут и не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире, председатель правления Иридского свободного порта в ЕСТО ЗЭПС. Вот мы начали, как раз остановились на теме, ну, маркетинга вот этих свободных территорий, чтобы заинтересовать инвесторов, латвийских предпринимателей, чтобы они брали в аренду эту землю. Вот, может быть, несколько слов об этом. Да, как бы мы сейчас, кстати, переоцениваем все места, которые могли бы пользоваться инвесторами или новыми предпринимателями, предпринимателями. Да, да, да. Да, и думаю, что в течение осени будем тщательно работать над инвестициям. Да, там, например, у нас очень большая территория в Спилве, да, которую можно пользоваться, ну, как бы, ну, там так много территорий, что, не знаю, там, логистический центр можно сделать, два даже логистические центра логистики, да. Нормальные места есть тоже в Кунзинселу, да, там, ну, как мы называем это, север Кунзинселу, да, и в Кунзинселу сейчас строится ведь новый провод, да, Твайка, провод улицы Твайка с краю порта и с краю местного... Вот этот путиковод, да, да, да. Ну, это, это, это есть, по сути дела, очень большой проект совместного деятельности, совместное сотрудничество города с портом, да, чтобы, как бы, все, ну, кровосмашины... Грузовые машины, да. Грузовые машины, машины как-то организировать получше, чтобы они не стали, не стояли там в пробках, пробках... Это очень важно, потому что там на переезде всегда скапливаются пробки из грузовых автомобилей, из обычных легковых, да. Да, 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 и сейчас, как бы, тоже организуем с Рижской Сосатой, в смысле, и департаментом... Департаментом... Сообщений. Сообщений, да, как там перестроить эти, ну, взаимосы. Знаки, да, нужные, да. Знаки, да, чтобы регулироваться, да. И есть у нас в порту тоже проект, как бы, дигитализации, где вот мы проавтоматизировали одни ворота, да. И это означает, что вот, надеюсь, в будущем машины будут уже знать, во скольки у них должны быть в порту, и не будет там стоять в пробках, а вот, как бы, и заполучат информацию, что ваша, например, что ваша очередь заездом Рижской порт будут, ну, вот, от часа до полтора часа, ну, там, не знаю, полчаса где-то, где-то в день. И не будет, как сейчас, они все приезжают, ну, там, в 10 часов или 9 часов, да, и стоят в очереди. То есть, они просто, фактически будет всё распределено вот по-другому, да. Да, есть окно, ну, или как это называется, да, там, полчаса, в котором он должен быть у порта, да. И тогда он сразу заезжает, его быстро там загружает или разгружает, и он поехал дальше. Да, и он не стоит в пробке, не... Не жгёт топлива, да. Не жгёт, да, топлива и так далее, да. Да, вот над такими проектами тоже работаем. То есть, фактически можно говорить, что это такая электронная очередь в какой-то степени, да? Это, да, по сути дела, электронная очередь, и идентификация, и заезд в порту тоже, ну, как бы, сделан очень, очень, ну, не очень, но вот, быстрее, да. Да, это тоже интересно. Что касается, вот, ещё, может быть, работы порта, насколько может повлиять на эту работу в перспективе, или, может быть, на подъезд к порту вот этот проект «Райл Балтик», и как вам это видится? Ну, как бы, «Райл Балтик» не присоединяется к порту «Шасс». С одной стороны, пока, не менее, пока, да. Ну, ни с одной, ни с другой. Да. Как бы, по проекту «Райл Балтика» будет строиться новый порт в Саласпилсе. Он так и будет называться, сухой порт, интермодальный сухой порт. Ну, и то, что мы видим сейчас, что вообще-то, вообще-то «Райл Балтик» было бы хорошо и очень экономически логично, чтобы «Райл Балтик» и «Рельсы» подсоединялись к «Рижскому порту». Потому что там есть сетевидоры, уже, как бы, инфраструктура, которую могли бы немножко еще улучшить, да, ну, и могли бы сделать соединение с кораблями, да. Это вообще другое, ну, как бы, другое предложение и другая конкурентоспособность, да. И это будет у нас тоже с Рижского порта, наверное, с Рижской думы. Это будет одна из работ, которые надо делать, потому что немножко упустили этот шанс, да, и по проекту не заходит в Рижский порт «Райл Балтика», да. А инфраструктура теоретически там построена, да. Там даже, ну, если мы про Спилово говорим, да, там даже есть станции, которые идут в Кривусало. Да. Ну, и там можно, как бы, делать адзерс. Да, ну, в факте, ответвление. И ответвление, ну, для другой станции, да, там немножко… То есть расходы не столь велики, если так вот продумать, да? Ну, если мы сравняем с общим проектом или с новым портом «Сало Спилса», который надо делать из нуля, да, ну, здесь расходы, ну, нет, против доходов, которые могли бы там делаться. Это, в общем, повышает конкурентоспособность. Да, всего порта, да, это уже, это уже, как бы, тоже могло бы привлечь другого уровня игроков, ну, не то, что игроков, другого уровня компаний в Ригу, да, которые, которые оперируют с глобальными коридорами транспортной сети, да. Так что мы будем над этим еще работать, так что… Вот, ну, до этой кризиса, до пандемии все-таки мы знаем, что Рижский порт был, ну, одним из, наверное, ведущих портов в Балтии, да, очень любили сравнивать там с сталинским и с клапецким портом. Что сейчас, в принципе, удается вот это лидерство удерживать или там, не знаю, клапецкий порт по-прежнему впереди? Ну, как бы, да, у нас есть такая конкуренция с клапецким портом. Кстати, прошлой неделе были визиты в клапецкий порт, посмотрели, познакомились с новым управляющим. Управляющим, да. Ну, по объему еще клапецкий порт больше, чем Рижский порт, но у них тоже есть, ну, припад грузов, да. Клапецкий порт очень-очень хорошо работает с белорусскими, белорусскими… Компаниями, да. Ну, и они там немножко конкурентоспособнее НАСА, да. В этом плане, да? В этом плане. Но если смотря с перспективы, да, тогда там, ну, там, ну, там больше нет где развиваться почти, да, он очень компактный. То есть все, что максимум они уже достигли, да? Ну, они, да, очень близко к максимуму, да. То есть у нас в этом плане больше возможностей? В плане-то, как бы, приходите, найдем место, будете работать там вообще без проблем. Без проблем, да. То есть у нас есть как раз где развиваться. Да. Вот структура управления, вот портами, например, в Литве, она похожа на Латвию? Вы что-то знаете, что-то можете сказать? Да, немножко, немножко переговорили и этот вопрос. У них там тоже, как бы, идут на капитал собедрибус. На общество капиталов, все то же самое, да? То есть идет к этому процессу. Да, но закон застрял в парламенте, да, и у них там тоже сейчас будет выбор. Не знаю, как провернется, потому что порт, например, Клайпеды, он под министерством сообщения. У нас под, ну, как бы сейчас под четырьмя министерствами, да. А там все-таки министерство сообщения. Общение, да. А Клайпедское самоуправление как-то участвует в этом или это чисто государственное, да, и там такая система, да? Да, это так. Ну, и они говорили, ну, если нет самоуправления там, у них, как бы, ну, не то, что, не то, что, ну, как бы, не ведется сотрудничество с местным управлением. То есть это чисто свое государственное предприятие, да? Да, 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 да. Ну, они, ну, мы тоже переговорили эти все аспекты, да. И как-то, 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 ну, очень важно, чтобы было понимание, что делают наши соседи. Тем более, я так понимаю, что в Эстонии все-таки структура другая, да? А вот, например, Таллинский порт с Таллинской мэрией работает очень плотно, да? Да, ну, вот Таллинский порт, там тоже, да, структура немножко по-другому. Он, как бы, котируется в бирже, ну, как частная компания и принадлежит, да, государству по управлению, ну, вот так. Да, то есть там. Ну, там, да, там очень много пассажирных перевозок, да, да, да. Ну, если мы сравниваемся с Ригой, например, да. Но, в принципе, я так понимаю, и здесь, вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале, и здесь у нас есть перспективы, мы тут совсем максимум не достигли, я имею в виду, что касается пассажирских перевозок. Да, с пассажирами, ну, да, как бы, в этом году мы планировали 80 где-то круизных кораблёв, да. Примерно. Приняли, да, а нет ни одного, да, ну, например. Да, ну, это ясно, да. Да, перспектива с пассажирами у нас очень-очень большая, да. Ну, надеемся, что в следующем году, как бы, будут уже круизные корабли обратно. Заходить к нам. Заходить к нам, да, 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 да. Вот мы помним, что когда-то была такая попытка фактически сделать такое регулярное паромное сообщение с Германией, ну, Рига, Германия, отдельные города, но дальше как-то это всё не пошло. В Лепе, как мы знаем, там есть, был, по крайней мере, до пандемии, вот это вот паромное сообщение, пассажирское, даже грузовое. Вот как вы думаете, это ещё направление полностью не потеряно? Всё-таки, ну, Германия, ну, очень большая страна, и я думаю, что туристы бы тоже захотели побывать в Латвии таким вот образом на пароме. Ну, с Германией, как бы, приходят круизы. Круизы, как таковы, и да, приходят. Да, ну, вот такую линию не знаю, ну, там надо подсчитать, есть ли там экономическая, ну, какая-то логика, да, потому что, ну, по сравнению, не знаю, с полётом, с лид-машиной. Да, на самолёте. На самолёте, да, ну, там, как бы, уже сравнивается, ну, с Ригой, да, до Германии, там, Гамбурга, ну, там, два часа. Полёта, ну, потенциал теоретически есть, и мы, как бы, смотрим на все, ну, не то, что все, на многие эти вирзы, направления, да. Да, ну, вот, там надо найти экономическую логику, да. Да. Думаю, что поближе она лучше, ну, вот сейчас вот Хелсинки, да, всё время думали, что вот, как это, ну, хотели бы Хелсинки, Рига-Хелсинки, но как-то не получается, потому что Таллинг ведь не будет конкурировать с своими другими линиями. Конечно, сами себе создавать конкуренцию, да. Да, 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 ну, а сейчас вот удалось, да. Сейчас удалось, да. Да, да, да. И, в принципе, я так понимаю, что, возможно, и после окончания всей этой пандемии вот эти рейсы будут, раз они такие успешные, да, Рига-Хелсинки? Мы надеемся, да, там еще надо поработать, ну, с министерствами, да, они ведь хочут некоторые, там, отлайдосы. Скидки, да. Скидки, ну, не скидки, а вот, ну, отбалсты. Ну, поддержку, да. Поддержку, да, 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 с налогами или с некоторыми, там, льготами. Да, может быть, такой последний вопрос, так вот время эфира у нас быстро подходит к концу. Может быть, что касается вот этого законопроекта, эти изменения в законе о портах, как вы прогнозируете, когда это все может быть принято и когда может начаться процесс? Может, я помню по этому законопроекту, что с момента его принятия, по-моему, 9 месяцев дается на то, чтобы, ну, договориться и с самоуправлением о создании вот этого общества капитала, капитал Сабдриев. Да, ну, как мы разговаривали с министром, министром сообщения, господином Линкальцем, ну, он говорил или был полный оптимизма, что в САИМ будет подаваться этот законопроект, ну, где-то в осенью, когда САИМ будет... После каникулы вернется, да? Да, после каникулы. То есть, в принципе, где-то до конца года это все будет принято? Ну, не знаю, там еще три читания, ну, где-то полгода пройдет. Даже так, да? Ну, да, я думаю, где-то... Февраль, март. Февраль, март, да. И потом, после этого, да, там будет 9 месяцев, чтобы, ну... Ну, фактически конец следующего года будет новое, ну, так пойдет нормально, да. Ну, да, потому что там очень много работ, чтобы, ну, грамот в этой скину... Ну, бухгалтерский. Бухгалтерский, перечислять и перенести всех активов в новую, да? Да, это, кстати... Мы, как бы, с порта говорим, что главное, если приняли решение, да, тогда скажите, чтобы мы быстрее могли бы адаптироваться, да. Конечно. Это самое главное. Если будет, как бы, эта реформа где-то по Саэму идти, ну, не знаю, год или два года и так далее, ну, это делается стрессом всем. Конечно, надо, чтобы была ясность вообще. Ясность, да, ну, там... Для всех, и для стивидуров, все понимают, какая структура создается, да? Да, 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 и тогда лучше работать. Ну, как бы, знаем, куда идем, ну, и тогда идем, да. Ну, самое главное, что в любом случае Рижский порт, наверное, был, есть и будет, да, такой одной из визитных карточек Риги. Все-таки, если посмотреть, вот сколько людей связано с работой порта, стивидора, семьи, это довольно несколько десятков тысяч людей, да? Да, 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 там, ну, где-то подсчитали, ну, там, заинтересованные лица, ну, где-то около, ну, там, 100 тысяч. Около 100 тысяч? Ну, около, ну, там. И еще, учитывая все эти смежные компании, которые предоставляют услуги, да? Да, 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 да. Просто тысяч, это... Это не то, что те все работают в порту, нет, 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 это связаны там с... Да, и, как бы, Рижский порт был перед Ригой, да, ну, как бы... Да, кстати говоря, исторически. Исторически, изначально здесь был Рижский порт, и только тогда появилась Рига, да? Это правда. В этом году отмечаем 80, не, 820 лет. Да, это старшие Риги получаются, да. Веста Зепс у нас был в студии, в прямом эфире, посетить правление Рижского свободного порта. Большое спасибо. 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 Спасибо.